В своей долгой юридической практике мне несколько раз приходилось сталкиваться с тем, что совершившие преступления фигуранты пытались избежать серьезного наказания путем симуляции психического расстройства. Правда, при совершении тяжких преступлений судебная психолого-психиатрическая экспертиза назначается следователем автоматически, но в некоторых случаях подследственные сами инициировали проведение такой экспертизы, выкидывая всякие странные вещи, находясь в СИЗО. Как известно, такая постановка имеет название «косить под дурака» и встречается не только в тюрьме, но и в жизни на свободе. Иногда такое происходит даже с первыми лицами государств, причем очень большая часть этих самых первых лиц действительно являются психопатами. Но вот прямо сейчас разворачивается картина, которая уж очень сильно напоминает потуги неумелого арестанта откосить на дурочку, чтобы избежать ответственности. Если бы рядом с вами взрослый человек исполнял бы нечто подобное, то вы обоснованно предположили бы, что он либо обсадился какой-то злой дрянью, либо попросту свихнулся, что, к сожалению, тоже бывает. Но в данном случае, мы все же склоняемся к тому, что этот персонаж имитирует психическое расстройство на случай, если ему придется отвечать за свои преступления. И надо заметить, именно теперь ему есть за что переживать, поскольку речь уже идет о военных преступлениях против человечества. В самом деле, пару дней назад, он лично и под видеофиксацию, призвал мирное население своей страны выдвинуться в полном составе на территорию другой страны, чтобы устроить там побоище. Еще раз, он призвал все население Армении идти и воевать в Азербайджан, для того, чтобы удержать незаконно захваченные территории. Но сами призывы к делу не пришьешь, тем более, что мирному населению не сильно-то и улыбается превращаться в жмуров непонятно за что. Ведь по большому счету, на Армению никто не нападает и не собирается нападать. Но кроме призывов, есть еще и прямое действие, которое четко попадает под определение военных преступлений. Так, получая поражение за поражением, на оккупированной территории Азербайджана, армянская армия отступает, бросая на поле боя все больше техники. Речь идет как о боевых машинах, например танках, так и о грузовой военной технике. Это стало причиной того, что армянское военно-политическое руководство стало прибегать к неконвенционным и явно преступным методам ведения войны. Так, азербайджанские военные документируют случаи, когда армянские пулеметчики приковывались цепями в своих огневых точках. Это дикая дичь, и нам трудно представить, как такую дичь можно будет доказать, когда прикованный пулеметчик убит. Армяне всегда могут сказать о том, что это инсценировка. Но вот обстрел именно мирной части Азербайджана, ракетными системами класса, поверхность-поверхность, никуда не денешь, потому, что удары наносятся по населенным пунктам, примерно в 70-100 километрах от ближайших армянских позиций. А кроме того, часть боеприпасов не сдетонировала и доступна для обозрения и фиксации в качестве доказательств. Кроме того, в городе Гюмри разрушены дома мирных жителей, и при этом имеются жертвы. То есть, Пашинин так и отдал приказ наносить удары по мирным населенным пунктам Азербайджана, находящимся далеко от зоны боевых действий. То есть, проигрывая в военном противостоянии, Пашинин решил воевать с мирником. Азербайджанцы же фиксируют эти факты и закрепляют их в рамках открытых уголовных дел. Мало того, они приглашают международных наблюдателей посмотреть на то, что творит армянская армия. А это Гаага. Это преступления, которые не имеют срока давности, и Пашиниану уже сейчас надо тренироваться и косить под дурака. А впрочем, получается это у него не очень убедительно, и потому, когда придет время, заедет он по полной программе. Ну а пока, азербайджанские войска выбивают оккупанты из очередных населенных пунктов, и уже известно об освобождении города Джибраил и прилегающее к нему селение. Вот примерно так сейчас выглядит карта этой местности.